Всем привет! Сегодня мы разберемся как, а самое главное, зачем совмещать таймфреймы на Forex. Классический подход и более современный, позволяющий уменьшить стоп. Зачем совмещать таймфреймы? Повысить винрейт в теории, мы к этому вопросу вернемся, улучшить точность входов и уменьшить стоп. Существует классический подход под названием «Три экрана Элдера», либо же «Тройной выбор». Впервые описал его Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже». Наверняка вы с этой книгой знакомы, так как она является классической, и многие новички с нее начинают. Подробный разбор классического подхода есть у нас на сайте. Если же вкратце, то суть заключается в фильтрации старшим таймфреймом. Допустим, вы смотрите вначале общий тренд на дневном графике, приходите к выводу, что он восходящий, цена находится выше скользящей средней с периодом 200, например. Далее смотрите тренд на четырехчасовом графике. Это у нас будет среднесрочный тренд. Дожидайтесь, когда цена тоже выйдет выше 200 и скользящей средней, и затем уже переходите, например, на М15, и здесь дожидаетесь тоже восходящего тренда, когда цена перейдет выше той же самой 200 и скользящей средней, чтобы открыть сделку на покупку. Ищите какие-то сигналы по вашей торговой стратегии. Идея в том, чтобы усилить сигнал с вашего основного таймфрейма, например, М15, на котором вы торгуете, через наличие такого же тренда на более высоких таймфреймах. В теории это повышает винрейт сделок. Я подобный подход использовал, честно говоря, не увидел в нем какой-либо великой ценности, так как даже если в целом на дневном графике тренд восходящий, то текущая свеча может быть какой угодно, хоть бычий, хоть медвежий. И, соответственно, на вашем основном таймфрейме, на котором вы торгуете непосредственно на М15 или на М5 или на М30, в часовом графике, может, в принципе, произойти что угодно, хотя тренд в целом восходящий на дневном графике или на 4-х часовом. К похожему выводу приходит и Том Хугард, немало трудов которого переведено на нашем форуме. За последние 30 лет только 50% дней закрылось выше цены закрытия предыдущего дня. Это означает, что распределение плюсовых и минусовых дней у индекса Dow является равномерным. И это речь про Dow, который в целом склонен к росту. А Forex – это в целом более рейнджевый рынок, где распределение, я подозреваю, тоже является примерно похожим. 50 на 50 минусовых и плюсовых дней. И, соответственно, дейтрейдерам не стоит чересчур полагаться на тренд старшего таймфрейма, потому что на 5-минутном графике, а также 15-минутном, часовом, может случиться все, что угодно. Тем не менее, если фильтрация старшим таймфреймом дает вам некую психологическую уверенность во входе, то применяйте эту тактику на здоровье. Потому что психология очень важна, даже если статистического подтверждения данной техники нет. А вот следующий подход, который я впервые встретил у Тома Данте, на мой взгляд, является весьма и весьма эффективным. Это способ уменьшить стоп и повысить точность входов. И даже повысить винрейт, так как часть входов, которые есть на старшем таймфрейме, не активируются на более низком таймфрейме. Итак, прежде всего, вам для применения этой техники нужна система, стратегия, которая работает и на низких таймфреймах, и на высоких. То есть, в целом, универсальная стратегия. Давайте для примера возьмем Price Action как универсальный метод. И вначале вы смотрите, по сути, вы торгуете на дневном таймфрейме, например, либо на четырехчасовом, на более высоком таймфрейме. Допустим, вы увидели на дневном графике пробой уровня. Вы можете сразу войти в продажи на дневном графике. И тогда стоп у вас будет, ну, либо прям за свечой, вот это огромный, огромный стоп, соответственно. Либо где-то, ну, в зависимости от вашей тактики торговли, выше уровня, где-нибудь вот тут. Что вы можете сделать? Вы можете, если у вас есть время и возможность торговать на более низких таймфреймах, перейти либо на четырехчасовой график, либо на часовой график. Здесь, опять же, зависит от наличия у вас времени и возможности искать вход и желание, конечно же, искать вход на часовом графике, либо на четырехчасовом графике. Чем ниже таймфрейм, тем будет точнее вход. Спускаться ниже часового графика для входа в сигнал, который был найден на дневном графике, на мой взгляд, смысла не имеет. Так как ниже часового графика price action работает в целом не очень и теряется смысл всей затеи. Так мы перешли на таймфрейм ниже. И теперь мы можем уже на таймфрейме ниже, на часовом графике, например, найти сигнал на продажу и войти в сделку на продажу в соответствии с сигналом на часовом графике и выставить стоп по часовому графику. И что мы здесь видим? Здесь был откат к уровню, пробой которого мы рассматриваем, ложный пробой и затем цена откатилась, опять же, для тестирования этого уровня и вроде как начинает от него отскакивать. Что мы здесь можем сделать? Мы можем войти тут в продажу и выставить стоп уже на основании часового таймфрейма, на котором мы по факту входим. На часовом таймфрейме стоп выглядит логично поставить чуть выше уровня и чуть выше хвоста вот этого ложного пробоя. Уровень у нас, напоминаю, с дневного графика. У нас стоп, давайте вернемся на дневной график, находится не тут и не тут, а значительно ниже. Более низкий уровень стопа позволяет нам использовать более высокий лот при расчете money management, а вот take profit мы можем выставить по дневному графику туда, как мы считаем, куда дойдет цена. Например, вы считаете, что цена вот где-то до этого уровня должна дойти, по идее, и с вот таким маленьким стопом, который у нас получился на часовом графике, соотношение прибыль к риску выглядит вполне себе окей, а если бы у нас был вот такой огромный стоп, то уже это было бы не окей. То есть, что мы делаем, если по алгоритму нам нужна ТС, которая хорошо работает и на высоких, и на низких таймфреймах, нам нужно найти сигнал на дневном графике, входим на более низком таймфрейме, например, на часовом графике, либо на четырехчасовом, с коротким стопом, а вот take profit выставляем по дневному графику, на котором мы изначально нашли сигнал. При проигрыше мы теряем мало, при выигрыше заработать можно много, и лот при меньшем стопе мы можем выставить чуть больше. Вот такая техника. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был Павел, специально для сайта telab.com. Всем пока.